всем привет вот она краса только наша встречает эти к мамке заходи глаша но я не к ним иду они к сожалению здесь у нас в этой а я вот кому и досмотрите что у нас вот вот пришли мы с ремонта сарая она ждала вот такой сюрприз стеша наша сегодня родила вот хулигачки захожу в сарай она стоит в сарае в толпе родила слава богу все хорошо вот малыши уже сисюньку пососали опа кушай стешечка кушай малыш иди посмотрела два козленка ой мама упал один слабенький немножко она не доходила 8 дней 8 дней не доходило это она должна была 18 а сегодня у нас 10 сентября привет лунтик здесь у нас закрытые вот такие вот так вот запакованные козлы несколько кастратов и не кастраты папа с сыночками тут так скажем один орфей с козами на улице сейчас темнеет уже видите поэтому сейчас пойду еще до и тех козочек но сейчас пришла обработать пупочек к одному козленку за малыш одному козленку надо обработать будет пупочек вот это камолой будет а вот этот быстрей всего рогатый она и весной принесла двух козлов только одного вот коричневого один который орфей ты сейчас был два козла но уже белые молодец теша в общем пришли уже вот на готовое сухенькие чистенькие место вышло хорошо все без проблем место я уже убрала сейчас застелю свежие сюда свежего сена он испачкала как место вышло испачкалась в общем козочка получается зимой она не доносила если я не ошибаюсь всего один день до своего срока а сейчас она не доносила целых восемь дней что интересно еще знаете что заметила то что у козы что у этой что у стежки у глажки было был отек вымени отек вымени это вот с этой зимы и зимой у них отек был и вот сейчас осенью отек но это ничего страшного это пару дней так может быть сладко соленую воду она получила сейчас сено вот им положили все жуют поэтому сейчас обработаю малыша одного пупочек у одного нормально но я тоже я йод всегда йодом обрабатываю вот йод очень хорошо обезвреживает и без проблем потом все хорошо в общем пополнение в хозяйстве как говорится как как не кстати еще бы походила дней пять было бы хорошо чтобы уже застроить старой в новом доме и скажем перевести всех но к сожалению она не доходила вот такая вот худая моя девчонка куда я вот немножко козлятки где-то вы знаете 4 в 4 или 5 дня она родила потому что мы пришли муж пришел в 6 а я пришла в седьмом уже вечера поэтому сейчас вот как я и сказала место я уже убрала у нее вышло место все хорошо так вот этот вот немножко слабенький я ему показывала где находится сисюнька этот быстро понял уже искал сам вот этот вот испачкала на его немного стеж вот тут стеж вот тут вот вылизывай вот он немножко слабоватенький но ничего сейчас они немножко отлежаться и будет все хорошо мамка молодец быстро обработала быстро пленки все это слезала как я и сказала мы пришли уже готовым козлятам стеша мальчишки не делитесь да что ж ты будешь делать ну ка вот этот вот хулиган своих детей долбит привет вот он стежкин сын вот такой красавчик это февральский иди кушай иди кушай братишки у тебя родились сегодня два братишки но уже белые а всем спасибо за просмотр ставим класс подписываемся на канал и всем пока пока всем привет пришла к стеши разглядушки сюда спрятались вот они спят хулиганы я пришла ее проверить плане отека в имени иди сюда стеж стеша иди ко мне но только что же не хочет показывать стеж ну-ка встань вот отек вы меня после окота указы после окота получается если сильный отек течение суток это один вариант сразу козе делать слабый массаж прогревание получается лунтик прогревание как сказать вот рука терпит воду берете тряпочку и прикладываете к вы меня это в первую очередь делается чтобы прогреть так скажем в имя и вот этот отек стой достичь вот чтобы сколько есть мол этого молозива можно сдаивать на пол иначе она вот сейчас она мягкая потому что я делала массаж я вот такими вот движениями массажировала я не сжимала ничего не делала и у нее она помягче стало вчера вообще было колом как знаете сильно надутый мяч и молока вообще не было молозива козлята сколько могут высасывают вот здесь с краешку а вот здесь вот она она прям такое было твердое вот сейчас я и прогревание второй день делаю массаж вот такой полностью по вымене с немножко так потряхиваю и получается у нее становится она мягче и вот можно уже чувствовать вот это вот доля она прям меньше стала и вот сразу молочко вот это вот опять же молозива выходит вы не не бойтесь сдаивать потому что козлята они свое по попили поели поэтому обязательно надо сдаивать сколько тут осталось иначе потом превратиться может в хорошую болячку вот первую очередь вот здесь вот между двумя долями надо тут ямка такая вот их немножко массажировать потому что самое застойное место это вот эти вот вот эти вот две дольки тут здесь возле хвоста она как бы не так оно тоже твердое но не так вот как сказать ой господи не могу объяснить в общем вот так вот массаж делать там а здесь обязательно вот между долями вот так вот как будто вы доите потому что застаивается там получается как я знаю это даже не молозиво застаивается а как типа воды что ли молоку поступать некуда надо раздаивать надо убирать и в общем хотя бы три раза в день делать прогревание в имени и плюс массажик вот такой вот и она становится мягче конечно отек никуда не дед не девается полностью но она намного мягче и через пару дней будет все хорошо и козлятам удобно сисюньки подсасывать и козе как бы спокойно уже легко вот смотрите что делает ты посмотри что он делает ты зачем их долбишь не дает снимать видео вот в общем у меня не получается три раза в день делать массаж я делаю два раза утром и вечером и уже результат такой вот пожалуйста я уже могу спокойно вы в имя обхватывать сосок сам а то вообще невозможно вчера было полом все стояло да стишонь массаж она как бы спокойно стоит она знает что ей хотят сделать лучше козлятушки здесь вот спрятались в уголочке им сегодня уже вторые сутки малышам все хорошо спят спят хулиганы да ну и десятише к детям и иди к деткам да да в общем так что если вдруг отек не затягивайте с этим и делайте массаж козе и прогревание обязательно в первую очередь прогревание потом массаж издаивать сколько есть капель 1 2 капли все равно сдаивать и время будет через пару дней опять же такое же мягкое как и должно быть в общем не ожидала я конечно от стеши что она так мне задачу такую задаст да стеша у нас утро вот хулиганки глаша ой хвостик грязный тоже еще так получается у стеши вот в имя сильно отекло отекло а глаша всего в течение суток у нее был небольшой отек но не сильный такой девчонки у нас на летнике уже с утра лорик лорик за мамку за мамку прячется опа опа поймала я лорика поймала я лорика хулигашечку то это маленькая я вот неделька уже наш наши лорик вот неделька за мамкой за мамкой давайте идите назад давайте назад от гуляют у нас сегодня небольшие заморозки были поэтому ну сейчас как сказать солнышко вот прогревая это выходит и погоняй петуха поэтому ничего страшного дай лорик лорик туда в стадо не пускаю еще пока я глашу с лорой потому что боюсь что все равно они обидят да девчонки орфей арти в общем вот такие вот бывают нюансы после окотов вообще я не рассчитывала я не думала что сентябре месяце будут отеки такие серьезные вот если у глаши все хорошо в имя у нее маленькая отеков таких не было козочки молочка хватает а вот у стеши к сожалению сейчас будем два-три дня еще эти господи маленькая еще туда прыгать будем еще массажировать и прогревать ваша выходе оттуда вы а всем спасибо за просмотр ставим класс подписываемся на канал и всем пока пока